Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Комментбай. Сейчас я нахожусь на своем объекте. Здесь я решал вопросы с дымоходом для газового котла, атмосферного, где-то месяца 8 назад. Рассказчик мне позвонил, говорит, Дмитрий, поедешь, помоги решить вопросы с установкой, потому что, вернее, подключение дымохода от котла к основному дымоходу, то есть присоединительному участку. Обратите внимание, здесь дымоход установлен по всем строительным нормам, нету никаких грибков, они просто запрещены. И заказчик мне все-таки позвонил, говорит, один раз птичка упала и пришлось достать. Сейчас работает он сзади машина, служба Мингаза здесь подсоединение делает. Ну, а моя задача подсоединить дымоход. Сейчас покажу ряд вопросов, которые необходимо решать. Они есть, к сожалению, либо к счастью, не знаю. И один из вопросов, если вы не знаете, на какой высоте повесить газовый котел, то высота по нашим СНИПам белорусским метр, метр двадцать, вернее, тысяча, тысяча двести миллиметров. Посмотрите, я очень высоко сделал патрубок, специально, чтобы сайт техники никто не было ограничен, и в итоге поднялись очень-очень высоко. А сейчас я, вот это основная моя задача, вот это расстояние. Во-первых, это у СИП Вайланд атмосферный, классический. У него здесь выход нестандартный, то есть не ровно 130 миллиметров. В паспорте пишет производитель 130 миллиметров, нет. Обманывает 133 миллиметра. И стандартная пульсовая труба на растопе, она не вставляется. Вот это расстояние очень маленькое, поэтому я покажу. Я сделаю клэп, есть такие объекты у меня довольно частые. Под себя производитель заказал сегменты, они коротенькие. Это нестандартное изделие, которое снова же я вам покажу, когда уже подключение сделано. А здесь стандартный растоп стоит, кусочек трубы выходит из степи. То есть, если мне надо подрезать, то без желания я его просто достану. И в итоге мы лимитированы по расстоянию. Вот это вот ось, расстояние, вот эта ось котла и ось дымохода, она небольшая, поэтому я буду, скорее всего, ставить 90 угол 45 градусов. Я вам покажу, не знаю, как это будет выходить. И самое, что неприятно, это вот эта вот высота. Сейчас так люди посадуются за голову, ай-яй-яй-яй. Есть проблемы. Да, она есть, которую надо решать. И на этом объекте я ее буду решать. Потому что я своих заказчиков не бросаю в беде, а длиннадий не оставляю. Смотрите, видите смещение какое маленькое? Вот это сивое смещение составляло 12 сантиметров. Здесь я дымоход монтировал, когда неизвестно, какой март, март, модель будет котел. Единственное, что здесь была задача передо мной, что это будет атмосферный. Ну, на данный кубатур дома я знал, что это 130 диаметр, поэтому смело его забережевал. А так и получилось. Купили котел Вайланд Атма. Котел, который предназначен для отопления дома газовым. В тех условиях, когда котел повесили, во-первых, высоту, если вы не знаете, на какую высоту снизу вешать котел, это 1000-1200 миллиметров. Здесь есть ряд для смотря ограничений, в результате чего котел подняли вверх. И у нас тоже дымоход, несмотря на то, что я его поднял на 2,5, даже больше метра, уже не вспомнил. Получилось так, что 12 сантиметров от котла до этого центра. Это очень мало. Поэтому я знаю, что такие проблемы есть. Вот такие углы у меня, эксклюзивные, лежат на складе. Есть они в продаже. Заводские. Правда, они толщиной металла 1 миллиметр. И делаются из AC304. И высшего из положения. Да, у нас здесь до центра. Растур плюс еще половина диаметра. Получаем те же 12-13 сантиметров. Потом поставили угол 45 градусов. Ставочка пошла на подвеску. И мы спокойно вошли в ставочку. Ставочка там уже тренинг. Этот горизонтальный участок составляет меньше 80 сантиметров. Все. Сейчас еще заказчик сказал, что на сантиметр спустится. Потому что на планку повесили не так, но это уже не проблематично. Для тех, кто сталкивается с такой проблемой, у Вайландов, именно у атмосферников, у Протермов, у Бошев заявлено диаметр 130 миллиметров. Возьмите рулетку и перепроверяйте всегда, потому что у них не 130 миллиметров, а 133-134 миллиметров. Когда вы покупаете трубу с раструбом, стандартную заводскую трубу, изготовленную на производстве, у нее с одной стороны 130 плюс, у другой стороны 130 минус. И проблема в том, что их надо дотягивать. Либо есть производители, которые сразу делают углы, вот такие вот с раструбом растянки, именно под эти котлы. Но сейчас у нас в Белоруссии их уже нету. В России, я думаю, то же самое. Поэтому я на предприятии заказываю дополнительно, чтобы мне подтягивать. Потому что здесь, если поставить еще соединительную муфту, мы уходим вверх. Соответственно, мы уже не помещаемся. Ни трех, ни четырех сегментов, я буду 90, здесь не было возможности поставить. Еще раз говорю, потому что это расстояние очень маленькое. Плюс еще раз его и смещение. Вот эта ось дымохода и ось котла тоже составляет 15 см. Это очень маленькая. То есть я не могу 290 градусников поставить таким образом, чтобы урезать. Поэтому 90, 45 и вставка. В итоге мы где? Да, мы вошли в дымоход. Не отчаивайте, всегда есть выход из положения. Давайте я вам еще покажу. Обязательно обращайте внимание, чтобы это было IC 304 как минимум. Минимум. Конечно, лучше 316, но из практики на домах, в частном домостроении, 304. Вы себя зарекомендовали просто отлично. Сейчас я вам хочу еще показать один момент, как делать по нормам, по строительным нормам. В этой форме должна быть прочистка. Сюда еще заглушка вставляется. Сейчас еще оделочные работы будут идти. Заглушка вставляется для прочистки. Здесь за все время, за 30 полугода, один раз упала птичка и ее пришлось достать. Потому что заказчик позвонил, говорит, Дмитрий, да, поставь грибок? Нет, грибок не надо никакой ставить. Птичку достанете, почистите домоход, закрыли. Все. И котел будет сам себе работать автономно, никаких проблем. Еще для того, чтобы у вас было установлено, значит, необходим сборник конденсата. Здесь стоит сборник конденсата с боковым выходом. И заказчик вот здесь сделал разбор конденсата через полипропиленовую трубу. Вот это такой гидрозатвор. Здесь собирается конденсат, и он постоянно стоит. Чего это нужно для того, чтобы не подсасывало воздух из канализации? И благодаря тому, что здесь воздух стоит, конденсат, когда его много наполняется, он просто переливается и уходит в канализацию. Вот такие моменты, которые нужны, моменты, которые необходимы. Еще раз говорю, всегда есть выход из ситуации. Главное, чтобы у вас было желание, ну и, конечно, средства. Все. С вами был Дмитрий Михайлов, Комменбай. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте меня монтажным охотом. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok